Витя, ты только не умирай, пожалуйста, слышишь? Хочешь уходить, уходи. Только не умирай, ладно? Ты же всегда рядом был. Всегда был моей надеждой, опорой, недостижимым идеалом. Всегда хотела до тебя дотянуться. Потом поняла, что не справляюсь и перестала. Я видела, что теряю твое уважение, но я уже ничего поделать не могла. Когда сказала, что уходишь, у меня как почва из-под ног ушла. Не умирай. Хоть чужой, но живи, ладно? Живи, пожалуйста. Не умирай, слышишь? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Двери в доме были заблокированы Привет, Ара Ну что, есть понимание, кому он на этот раз подражает? Пока нет, нужно смотреть материал дела Ладно, работайте, я в область, надо клад Что? Как-то ничего нет? А как же этот наш, ну вот этот сын депутата, Кирилл Гурин? Ух ты, спасибо Нет никакого дела на нашего Илью Вараева Так интересно, а что этот мажор, которому он врезал, он же выжил? Умер он По данным судмедэксперта, от передозы Снимите его наручники Спасибо Присаживайтесь Вы свободны Вот постановление о вашем усложнении Не понял, а Гурин? Гурин умер вследствие передозировки наркотиками На вас остается использование поддельных документов, но арестовывать вас за это никто не будет Так что в смерти Гурина вы не виноваты Ведь он мог умереть от моего удара В любом случае, в заключении патолога-анатомов написано, что смерть наступила по причине передозировки Просто все сошлось в одной точке Мы будем вам очень благодарны, если вы поможете установить, как именно телефон попал к вам в рюкзак Да, конечно, без проблем Техники по обелингу засекли телефон Вот в этой точке Значит, аппарат был включен не до двух за этого Вспомните, что вы делали в этой части города позавчера Позавчера, позавчера 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 я, как обычно, закрыл зал и пошел домой Дошел до остановки, вот, Первомайская Подождал, наверное, минуты три Подошел мой автобус, я сел в него и поехал на остановку Чкаловская Это здесь Сошел и пошел домой Весь маршрут Какое время это было? Часов пять вечера В автобусе было много людей? Да, был час пика Все-таки постарайтесь вспомнить, может, кто-то там крутился, терся вокруг вас Ну, правда, было очень много людей А камеры? Камеры в автобусах еще не начали установить? Ты что-то смеешься, их не то, что в автобусах, их на остановках нет Так, ладно, тут на подходе есть три камеры, надо тебе рамзанами, чтобы посмотрели записи с них Я чем-то еще могу вам помочь? Да, вот, пожалуйста, подпишитесь Алло, здравствуйте А Виктор Чернышев еще не пришел в сознание? Привет Меня зовут Илья Илья, мне нравится Прекрасное имя Она тебе очень идет Я тебе не сдавала, Илья Я знаю Они говорили, что ты обвиняешься в убийстве Я знала, что это неправда Ты не мог, ты не способен на убийство Ты не такой А какой я? Ты добрый Отзывчивый Надежный Поехали домой Проверяем Стоянки такси рядом с остановкой Возможно, в машинах есть люди и регистратор За какое время ты? Тренер был там в пять Значит, за полчаса до и до семи И кого ищем? Ищем подозрительных, отправляем их Оленю Возможно, кого-то опознают Хотя, конечно, вряд ли мы увидим маньяка Который подкладывает Мобильный в рюкзак Как-то так Как идет следствие? Боишься за меня? Спрашиваешь Со мной ничего не случится Точно? Обещаю Ну, а как твоя музыка? Сделал что-то новое? Нет Ну, а чем бы хотел сегодня заняться? Я бы хотел Я бы хотел, чтобы папа был жив И чтобы все было как раньше Чтобы я не боялся, что с тобой может что-то случиться Год назад Мы тогда пошли в кино и нам было весело Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Кто? Здравствуйте. Паша дома? Я Руслан, тренер Паши. Подождите. Я его сейчас позову. Хорошо. Спасибо. Павлин, к тебе Руслан пришел. Я почти ничего не помню. Ты мне жизнь спас. Вить, прости меня. Я столько глупостей наделала в последнее время. Прости. Перестаню. Живы, и слава богу. Тебе Алина звонила много раз. Если хочешь, я могу ей позвонить. Сказать, что ты пришел в себя. Оля, у меня с Алиной ничего не было. Ничего и никогда. Приветствую, сенсей. Здорово, Пашка. Слушай, я чего пришел, извиниться хотел. Ну, перегну я тогда палку на тренировке. Ты уж не серчай. Да ничего страшного, с нами по-другому нельзя. Вы извините за папу. Он болеет, вредничает, не любит посторонних. Ну, ничего страшного. Все, я побежал в город. Дел много. Руслан Андреевич, я просто тоже в город еду. Может, вместе? Пойдем. Отец после смерти матери сдал сильно. Работать перестал. Ни с кем не общается. Только со мной и с теткой Варей. Двоерудная сестра из Новосиба. Так-то, а что же вы живете? Ты извини, что я лезу не в свое дело? Да нет, все в порядке. Отец физик. У него даже когда-то престижное преми было. Ну, правда, от него уже почти ничего не осталось. Вот, ну, пенсия хорошая, вот на нее и живем. Я тоже пробовал работать. Ну, пару раз с оплатой кинули. И, в общем, отец сказал, пока не надо работать, сначала включи профессию. Вот. Вообще, отец хороший, хотя и потерянный. Мы так с ним. Спасибо. Лучшие друзья. Ничего друг от друга не скрываем. Добрый день. А нам нужен Виктор Чернышев. Прямо по коридору, второй этаж. Палата 211. Спасибо. Вить. Привет. Ты как? Бывало и получше. Ну, говорить слово Богу могу. Я-то подумал. Мне кажется, что ваш убийца изображает Германа Христиана. Помнишь такого? Точно. Он поджигал целые семьи. Он был серийный убийца, озлобленный шизофреник, но у него всегда был мотив. И нашему пришлось отойти от его привычного ритуала. Он не смог уложить вас в неестественные позиции. Что все это значит? Объясните, невежде. Что-то изменилось. И это убийство было для него важно по каким-то личным мотивам. Причем важно настолько, что он отошел от своей схемы. А я-то чем ему насолил? Скорее не ему. Скорее мне. Он мог решить, что ты меня обидел и захотеть тебя отомстить. Господи, я еще и тебя обидел. Вить. Нужно еще раз обыскать твой дом. Например, Медрючков и Камеру. Ребята там все тщательно осмотрели. Все могут ошибаться. Спасибо, Вить. Прости, что вы с Олей пострадали из-за меня. Перестань, ты здесь ни при чем. Мы пойдем, поправляйся. Спасибо за информацию. Алина, останься на Медрючкову. Извини, Игорь. Поговори с Олей, пожалуйста. Я во всем виноват. Только я. На тебя она поверит. Скажи ей, что между нами ничего не было. Мне кажется, я поторопился с разводом. Конечно, Вить. Я сейчас к ней зайду. Спасибо. Пока. У меня появилось еще одно дело. Подождешь меня и быстро. Да. Можно? Походите. Как вы? Ничего, нормально. А на свете правда ничего не было. Да, я знаю. Витя мне сказал, я ему верю. Вам вообще не стоит извиняться. Это я должна просить у вас прощения. За елку, за те гадости, которые я наговорила. Простите, я обычно себя так не веду. Бывает. Поправляйтесь. Спасибо. Витя хороший человек. Я знаю. Привет. Здравия желаю. Ну что, удалось поговорить? Так точно. Ну и? Могли бы потерпевшему быть враги и конкуренты? Враги и конкуренты у психолога из НИИ. Я смешно. Ну да, обхохочешься. Все-таки, ну хорошо не конкуренты. Ну могла быть у него любовница, там, ее ревнивый муж. Ну сосед от мороженого, который решил напакостить. Но есть хоть какая-то вероятность, что этот поджигатель не наш серийник? Есть. Ноль целых, одна десятая процента. Скорее даже одна сотая. Обнадежили. И все-таки надо проверить все версии. Я предлагаю проверить заправки. Возможно, он покупал бензин в канистрах. Только вряд ли это было в районе дома профессора. И вообще, скорее, за пределами этого района. Еще есть какие-то мысли? Игорь предлагает осмотреть мой дом. Возможно, там установили ручки. Интересное предположение. Ну что, давайте вызывать спецов с оборудованием из области. А, товарищ полковник, это будет долго. Я думаю, мы сами исправимся. Ну, добро. Все, все свободны. В смысле, работайте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На втором этаже ничего. Ни камер, ни жучков. Я так понимаю, у вас тоже тишина? Антоха, ты чего, в школе? Да, с Вадимом. И на кухню. Ничего. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не волнуйся, все будет хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Привет. Знакомьтесь, Алина, Антон, Вадим, Людмила, моя бывшая жена. Очень приятно. Взаимно. Зайдёте? Нет, не успеваю. Нам нужно ехать в следующий раз. Ещё раз спасибо за то, что согласилась поветить. Нам пора. Да всё, добрый. Осторожней. Ну что, поднимайтесь. Пойдём, познакомлю тебя с Кирой. Она целое утро про тебя спрашивает. Сгорает от любопытства. Антон. Всё будет хорошо. Вадим. Так, Вадим, иди в маленькую комнату, стелись там. Справишься? Да, конечно. Держи. А, Антон, ты будешь спать здесь. Сейчас тебя постелу. А, не надо. Я сам справлюсь. Да? Ну хорошо. Если будут какие-то вопросы, спрашиваю Кирой. Она тебе всё объяснит, да? Угу. Спокойной ночи. Ну что, есть вопросы? А то у меня дела полно. Да, просто что-то спать неохота. Может, у тебя есть приставка? Есть. Но сейчас нельзя играть. Такие у нас правила. Ну, чем тогда можно заняться? Ну, я планировала сериал посмотреть. Но, боюсь, тебе будет неинтересно, так как я на пятой серии. Ну, давай, сериал. Всё равно делать нечего. Ну, пошли. Так это твоя жена? Бывшая. Видимо, я должна извиниться, что в прошлый раз приняла её за любовницу. Ну что ты, ты же психолог. Психологи не извиняются. Куда мы едем? В безопасное место. На даче к моему другу. Раз уж я работаю твоим охранником, спрячем ребятак, что бы никто не нашёл. Даже я сам. Если бы ты был нашим серийниками, я бы сказала, что ты всё отлично продумал и рассчитал. Почти приехали. Почти приехали. Почти приехали. Почти. Почти. Продолжение следует... Тёмный пустынный переулок. Чую, будет Мочилова. Ща пацану наваляют. И это будет девушка. Смотри. Я бы на его месте шлемом бы и дал. Да, круто-то. Я бы смотрел ещё в прошлом году. Ну вот ты врушь! А я поверила тебе. Ну слушай, правда подобно. Часто врёшь? Вообще не был. Просто пошутил. Антон, тебе мама звонит. Да, Антош, я... Я сама буду тебе звонить. Давай, пока. Спасибо. Как он? Нормально. Почему ты пошла в следователя? Хотел быть как папа. Да, мог бы и сам догадаться. Извини. Дурацкий вопрос. Ничего страшного, я же... Не могу вечно избегать темы отца. А ты знаешь, он был хорош. Как-то... Как-то правильно меня воспитывал. Я им гордилась, особенно в детстве. Для меня это вообще два разных человека. Папа, который... Меня вырастил и... Маньяк, убивающая женщина. А я просто... Хотел быть крутым. Мне казалось, следователь, что-то из голливудских фильмов. Только на втором курсе, я уфак понял, что это совсем другое. Но работу свою я люблю. Значит, ты счастливый человек. О! Кажись, у нас гости. Телефон! Твою мать! Твою мать! Ну что, надо брать? Давай работать. Надо было стрелять. Ну и остались мы с ребятами в лесу. Выбирались два дня. Страшно было, чуть ли я с ней сгодили. Ты трус? Еще какой. Наконец-то заметила. Психолог. Я не настоящий. Да. Да что ж ты будешь делать? Да, хорошо, я понял. Что? Так, за домом следил человек, поймать его не удалось. Теперь он знает, что там была ловушка в дом. Он больше не сунется. Так что оставаться здесь смысла нет. Пустилки закончились. Все равно поймаем. Горячий кофе лучший в городе. Налетаем. Спасибо. Мышь тут надолго. У нас горячая флешка. Запись со всех камер центрального района. Смотрим. Спасибо. О, вот он наш красавчик. Срочно запрос ГИБДД. Ну сколько может быть таких машин? Такого цвета и с таким фрагментом номера? Пять? Десять? Ну по области может больше. Ну не тысячи. Ну не тысячи. Мы его найдем. О, все в цвет. Одна из машин зарегистрирована год назад на девушку 19 лет. Вторая на некоего Артема Далежалин. Артем Далежалин у него цвет другой. Третий некто Лев Кондратьев. 1955 года рождения. Некто. Кондратьев? Лев Кондратьев это отец друга моего сына. Интересно. Физик. Лауреат престижных премий. Я отец единственного друга моего сына. Я в такие совпадения не верю. Я тоже. Думаешь, это отец заставил его пойти в секцию? Я даже боюсь подумать о том, что он мог заставлять делать Пашу. Уголовный розыск. Откройте уголовный розыск. Спокойно. Ты один? Да. Паш. Паш, что случилось? Паша, скажи что-нибудь. Он меня убьет. Кто? Тебя убьет твой отец? Стоп. Давайте по порядку. Откуда у тебя фингал? Он вчера вечером пришел и спил меня, собрал вещи и уехал. Где он был, знаешь? Или где он сейчас? Ты с папой вчера был около моего дома, да? Думаю, да. Зачем ты пошел на тэквондо? В одну секцию с ее... Папа заставил? Да. Я однажды видел вас, видимо, на компьютере. Я думаю, вы ему нравились. И он заставил тебя следить за нами? Я так виноват перед вами, простите. Алина Борисовна, на два слова. Так ничего не бойся, я скоро. Денис, присмотри за парнем. Добро. Не нужно так его оберегать. Это мешает работе. Ты же ему слов не даешь вставить, сама за него отвечаешь. Мы с ним похожи. Только меня отец хотя бы не впутывал в свое безумие. Паше еще хуже. Сложно представить, что он пережил. Я понимаю твои чувства, но ему все равно придется ответить на вопрос следствия. Да, конечно. Черт. Я знала, что это чудовище включил меня в свою игру. Но то, что он впутал туда подростка сына, это... Это уже за гранью. А что с ним будет? Отец ударился в бега, он несовершеннолетний. Приют? Временный приют, потом будут решать, что с ним делать. Но, скорее всего, детдом. А можно пока не сообщать органам опеки о его ситуации? Он может пожить у меня. Ты уверена? Уверена. Уверена. Но все равно его нужно сначала доставить в следственный комитет и допросить. Необходимо присутствие законного представителя или психолога. Справишься? Конечно. Паш, одевайся, поедешь с нами, ответишь на несколько вопросов, я буду рядом. Хорошо. Я оденусь. Отец часто по ночам уходил? Нет, не очень. Сможешь вспомнить, когда? Постараюсь, но я не уверен. А он не говорил, зачем, куда уходит? Ты боялся спрашивать, да? Да, если я задавал много вопросов, он бил меня. А ты никак не связал смерть женщин с отлучками отца? Ну, ты же не мог не знать, что в городе маньяк. Игорь. Я думал про это. Это он их всех убивал. Подожди, мы не знаем, он их убивал или нет. Отец заставил тебя пойти на Тэквондо, сблизиться с Антоном. Да. А зачем он тебе не сказал? Нет, он просто сказал и я сделал. Что еще он просил тебя делать? Телефон тренеру по Тэквондо, он сказал, подпросить какой-то телефон. И тебе ни разу не пришло в голову спросить отца, зачем он заставляет тебя делать все эти вещи? Я боялся. Если я не слушался его приказов, он бил меня. Да что он тебя бил? Ты вон здоровый лось, семнадцать лет тебе. Ты занимаешься единоборствами, он немощный старик. Ты почему позволял себя обидеть? Игорь, это его отец. Паша беспрекословно ему подчинялся. Это очень устойчивая модель поведения, которую сложно сломать. Выйди, пожалуйста, и подожди меня вон там. Я должна быть... Я сказал, выйди! Ты подожди меня вон там. Почему блогера не трону? Высылай, я спрашиваю, почему не трону. В лестницу, сзади, догоняюсь. Уважаемый львов, которые... Аусы... Музыка 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 Субтитры создавал DimaTorzok Ты в последний раз присутствовала при проведении следственных действий Я вообще не понимаю, как ты была следователем Я больше не следователь Я вижу Послушай, только если ты не можешь задать вопрос и дождаться на него ответа Ты и психолог никудышный Что ты ведешь себя, как нервная мамаша, которая опекает своего сына Только это не твой сын Взрослый пацан уже почти мужик, который знал, что творит его отец Он просто затрапленный мальчик Так хватит! Ты мне все время мешала Отвечала за свидетеля Перехватывала вопросы Ты вела себя непрофессионально и как следователь, и как психолог Если ты не следователь и не психолог Какой мне от тебя прок? Я пытаюсь уберечь своего сына Тогда езжай домой И будь со своим сыном Мне не мешай Я забираю, Павла У нас ничего нет на Льва Кодратьева, кроме показаний этого подростка Я отправлю его в ГИБДД Пусть посмотрит Все записи с него в день убийства Может машина отца этого подростка и всплывет Ладно Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за просмотр!